Ребят, если вы не хотите пропустить мои новые выпуски и смотреть мои видео в числе из первых и возможно ваш комментарий попадет в следующий ролик и вы попадете ко мне в видео, то обязательно включите уведомления на моем канале, нажав на колокольчик и вам будет приходить оповещение в каждом моем новом ролике и вы будете смотреть его в числе из первых. Привет всем дорогие друзья, сейчас я нахожусь на аккаунте код наркот, он уже поднялся по кубкам до искателя третьего, покажу вам сейчас с какой колоды он добрался, рекорд у него 5122 трофея, поэтому когда он поднимется к этой цифре он будет в мастере втором сидеть, ой точнее в первом мастере, но он говорил что дойдет до мастера второго, я обязательно вам покажу разные повторы с этих кубков. Ну а пока посмотрим как он добрался к третьему искателю, изначально я хотел на своем аккаунте заснять разные атаки, подняться до искателя третьего, но у меня не получилось, я даже ко второму еще не поднялся, но скоро естественно дойду и буду пытаться, потому что я думал проще будет тапиться, но нет, хрен там был, все очень сложно, я не знаю, просто даже код говорит, что очень сильные противники подбираются, сейчас мы посмотрим. Итак, давайте покажу вам сразу колоду, это дека с големом, элитными варварами, палачом, да, да, вы можете бомбить в комментариях, что он играет с элитками, но ребят, ему все равно плевать, он сидит на 5000 кубков и он будет играть той декой, которая реально работает, которая реально решает, может вас и бомбят элитные варвары, у меня в том числе, но все-таки она здесь есть в этой деке, если вы реально в поисках хорошей колоды, то вот эта колода, я уже не раз снимал про нее видео, еще раз не раз сниму, поэтому настоятельно вам рекомендую. Так, ну колоду надеюсь вы увидели, теперь давайте перейдем к повторам, итак, он говорил показать вот этот повтор против голема, погнали посмотрим, что у него здесь за повтор, и как видим, сразу 13 уровень, это ребят, 4500 кубков, если вы думаете, что это слишком высоко, нет, это не высоко, для максимальной прокачки это очень низко, свыше еще можно подняться 1000 трофеев, то есть можно сидеть на 5000 трофеев, 5 чем-то с такой-то прокачкой, и как видим, у него, у оппонента все по фуллу, 8 эпики, 11 команки, 13, ой, 13 команки, 11 арки, ну то есть у кота уже пригорает, потому что, ну блин, максимальная прокачка, камон, сложно играть против 8 эпиков, понимаю еще 13 команки, но когда 11 арки и 8 эпики, это реально сильно. Здесь хорошо он сделал торнадо, плюс элитных варваров, у оппонента была молния, это конечно был сплошной минус, так как он убивал элиток, плюс палача, за 6 эликсиров, в то время, когда кот тратит 11. Сейчас, видимо, он пропустил голема, мегаминьона бросает на 3 миньонов, вроде бы с легкостью справляется, ну и плюс в том, что у кота стоит еще сборщик, как видим, 11 мегаминьон летит, жесть. Мне реально сложно, я сейчас не могу подняться на 4 600, потому что я думал, когда, ну, ведут эти лиги, будет намного проще апаться и на сколько там, 6 400, да, максимальный, максимальный ранг по лигам. Я думал, ну, люди туда уйдут и все, и останется, ну, останутся попроще игроки на таких кубках и я смогу до 5к дойти. Пока что нет, пока что сложно, ну, на второй искателе 100% зайду, до третьего нужно будет попотеть, ну а выше пока что я точно не зайду. Поэтому пока будем смотреть повторы на этом аккаунте, заодно вы смотрите колоду. Честно, колода с големом топовая, но у меня с ней не получается играть. У меня, во-первых, голем не прокачан для таких кубков, у меня здесь голем, на моем основном аккаунте, точнее, 4 уровень голема, он вообще не годится для таких кубков. Ну, вы видите, да, какие противники, как мой 4 голем будет жить против 8 ведьмы, там, против 11 рарок и 8 эпиков. Это очень сильно. Итак, пока что все очень плохо с нашей стороны, потому что, смотрите, у нас уже полвышки нету и у кота все никак не получается добраться к его таверу. Ставится еще один сборщик, но итог боя мы-то уже знаем, что кот победит, но мне интересно как. Давайте смотреть, ставится голем с краю карты, так, здесь у нас выбрасывается мега-миньон, чтобы открылся зап, плюс сейчас будет, наверное, торнадо. Да, отлично, неплохо от дефил, вроде бы шла такая комба непобедимая, потому что, ну, не было у него подходящих карт, что там, армия скелета, мега-миньон. Ну, быстро цикл карт поменялся и он откатил до запа и до торнадо и в итоге задефил, неплохо. Так, смотрим сейчас, снова будет молния, но прикол в том, что у него варвары 13 уровня и это его спасает. Да, у него варвары максимального левела, я их апал у себя на канале, на видео и мы тестили, фанились с ними, поэтому, кому интересно, найдите у меня на канале видос, где я апаю на этом же аккаунте варвар до 13 левела. Ну и что сейчас было, он пропустил элитных варваров, да, армию скелетов, потому что был палач и оппонент не мог выбросить арду миньонов, да, на эту всю, на этот весь мусор и не было никаких спылов, поэтому он проиграл. Ну, респект, погнали дальше, посмотрим какой-то повтор. Так, еще этот повтор просил показать кот, потому что здесь ему снова подобрался максимальный прокачки, видим оппонент и у кота снова бомбит, и еще потому что здесь колода с 3 мушкетерами. Дека очень популярная, ребят, кому интересно, потому что мне некоторые спрашивали деку с шахтером, вот вам шахтер плюс 3 мушкетера, очень топовая колода и у кота с ней постоянно проблемы, у него вообще нету равных с этой колодой, которой он играет. Ну, против 3 мушкетеров он постоянно сливался, и вы посмотрите на прокачку, ребят, пятые эпики. Ну, почему пятые эпики сидят на 4 400, на 4 500? Ну, почему им не сидится на 5к? Ну, меня все вечно бомбило, что на 2 800 сидят с 8 и 9 рарками, а на 4 500 4 400 с фуловой прокачкой. Ну, камон, ну почему, почему выше не поднимаются? Ну, ладно, это все, в принципе, бессмысленно обсуждать и бомбить, поэтому смотрим бой, и еще раз вернемся к той теме, что у кота постоянные проблемы с 3 мушкетером, потому что у него нету ни фаербола, ни поезда, ни бревна. Да, у него есть зап, у него есть торнадо и палач, с помощью этих карт как бы можно, вот как сейчас, контрить 3 мушкетеров, но не всегда у него получалось. Сейчас видим, что он пропустил оппонента справа элитных варваров, рыцарь не спасает ситуацию и остается 700 хитпоинтов. В принципе, 700 хитпоинтов немного, ну и немало, все равно придется сделать заход с големом, просто так ничем не добить, у него нету ни фаербола, ни ракеты, ни молнии, мне кажется, это единственный минус этой деки. Так эта дека вообще, ну, реально мощная, я сам с ней играл, и сломать противника очень легко, но опять же таки, если уметь играть с големом, я лично не умею. Как видим, его оппонент поставил сборщик, в то же время кот не ставит, хотя у него был уже сборщик эликсиров, я не знаю почему. Решил он поставить голема, дальше сейчас решается подбрасывать палача, готовится торнадо, ну и в принципе сейчас не будет никаких проблем, 100% заберут вышку, там 397 хитпоинтов. В любом случае, бросается торнадо, не задевает он шахтера, к сожалению, хорошо отвлек он шахтером палача, но все равно голем доходит к вышке, плюс элитные варвары, слева бросается армия скелетов, остается 39 секунд. Я не знаю, будет ли дальше что-то интересное, вроде бы нет, вроде бы он будет спокойно дефить, давайте сделаем на x2, чтобы было быстрее смотреть этот повтор. Так, палач слева на двух мушкетеров, плюс торнадо, видим торнадо не спасло его, пришлось бросать элиток. Ну в принципе он не был на грани, то есть если вы смотрите мой канал давно, я уже показывал повторы про трех мушкетеров с этой декой, и у него были проблемы против этой деки, и всегда были вышки на грани, то здесь вообще он играл смело, спокойно и уверенно чувствовал себя. Ну еще один давайте повтор посмотрим, и снова 13 левел, ну просто я не знаю почему они здесь сидят так низко, я наоборот думал, что после обновы они все просто выпрыгнут высоко-высоко, где-то до 5 кубков, и нам будет прощапаться, но нет, к сожалению они еще сидят здесь, непонятно почему. Ну да ладно, смотрим повтор, но здесь конечно не полностью фуловая прокачка, здесь мушкетер 10 уровня, печка 10, но это не меняет ситуацию, печка все так же наносит урон по 12 вышкам, справа видим роял гиганта, но противник не успевает среагировать на армию скелетов, и быстренько съедает скелеты гиганта. Зап на миньона в принципе урона мало получил, хотя мог бы достаточно много получить. Так, смотрим будет ли что-то к гиганту, ой, к голему подбрасываться, да, подбрасываются элитные варвары, контрят они рыцаря, и сейчас нечем, смотрите, нечем контрить оппоненту элиток, бросается мушкетер, элитный варвар их убивает, и так как вышка сагрилась на голема, варвар нанесет неплохо урона вышке, да. Ну, конечно, я думал, что немножко больше нанесет, но все же 1600 хитпоинтов он за заход снял ему. Ставится сборщик и готовится мега миндион на роял гиганта. Видимо, у оппонента была молния, кстати, ребят, это дека с рейл гигантом и молнией, очень популярный, мне многие игроки также интересуются декой с рейл гигантом, поэтому я вам советую деку, который играет оппонент кота. Конечно, у кота дека получше, но я и с ней тоже, мне не получается с ней играть, а вот с рейл гигантом, печкой и молнией, если у вас достаточно прокачано хорошо карты, то вполне себе годная дека, поэтому возьмите себе на заметку. Итак, идет в соло голем, подбрасывается палач и подбрасывается, готовится, видим, мега миндион подбрасывается. Вот он мега миндион, и сейчас с помощью торнадо всех юнитов стянет он в центр и палач всех заберет. Контрится мега миньон мушкетером, но палач остался жив, а нет. Все, смотрите, палач свою роль сделал, еще остался жив, подбрасывается элитке, путь расчищен, нечем контрить теперь оппоненту элиток, ну, кроме рыцаря, да? Но все же рыцарь бьет только одну цель, не с плашом, одного варвара-то отфлек, а второго нет. И в принципе забирается тавер. Смотрим дальше, будет ли здесь также на грани, снесется ли Анефт, по-моему, вторая вышка не снесется, и на этом победа завершится. Так, торнадом он не перетянул на вторую сторону, поэтому Роял Гигант продолжает дамажить вышку. Ну и остается 23 секунды, в принципе... Хотя нет, стоп, еще есть молния, еще есть бревно. Возможно, вторую вышку заберут, потому что я уже не помню, изначально итог не посмотрел, какой будет боя. Давайте поставим на Х2. Итак, вот он Роял Гигант, с помощью торнадо оттягивается и ставится сборщик. Да, не доходит к вышке и дается ему победа. Итак, ребят, вот такие вот были повторы на сегодня. Еще раз вам покажу колоду. Это Голем, Элитные Варвары, Палач, Запп, Торнадо, Мегамуха. Это сборщик и Армия Скелетов. Дека достаточно хорошая, я ее не раз уже показывал и еще не раз покажу вам разные повторы на таких кубках, потому что дека реально годная и, возможно, кому-то она приглянется. На этом я буду, ребят, с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал, ждите мой новый ролик. Я желаю, ребят, вам удачи, удачных сражений. Всем до новых встреч и всем, ребят, пока! Субтитры сделал DimaTorzok